Женщина пытается изменить свою жизнь и вставать до шести утра. Ложится 12-2 часа и молится. Но более трех дней подряд следовать этой практике не удается. Так как физическое тело чувствует, что надо спать. Если гормональный сбой, есть гормональный сбой и бесплодие уже. Муж встает в 7 утра. Вопрос. Продолжать ли практиковать женщине подъем до шести утра? Или для нее в дальних условиях неблагоприятное? Хочу встать на путь разумной жизни. Спасибо вам. Вопрос. Смотрите. Женщина какая, какое тело, очень расслабленная. Женщине самое лучшее место в квартире – это кровать. Когда она ложится на кровать, она чувствует себя супер. Ей вовсе нет необходимости вставать вообще. Согласны со мной? Тело очень расслабленное в жизни. И поэтому оно красивое. Как только женщина начинает вставать, страна огромная, начинает вести такую жизнь, то она сразу деревенеет. У нее гормональный сбой происходит. А еще, если она начинает гантелями качаться, там, и болит тогда. Поэтому в чем женская аскеза? Надо понять женскую аскезу. Женская аскеза не в том, чтобы сильно рано вставать. Не в том, чтобы голодать. Женская аскеза всегда идет в характер. Женщина должна ассоцировать в чем? Чтобы больше учиться заботиться обо всем. Больше прощать. Больше быть доброй, отзывчивой, внимательной, заботливой. И силы свои, вдох, плавы. Когда женщина начинает этим заниматься, она становится румяной, здоровой, счастливой. Потому что здоровье женщины, оно находится в стиле гормональных функций. Гормоны означают эмоции. Когда женщина эмоции свои направляет на служение людям, она в результате очень гармонично себя в этой среде чувствует. И она становится здоровой. У нее все работает хорошо. И она дышит красотой и здоровьем. Когда женщина пытается с помощью аскеза себя держать здоровой, она там закаливает, там, рано вставать. Или попозже. Понимаете, это не та сфера, о которой вообще надо думать. Женщина сколько встает? Сколько может? Два дня, значит, надо вменять. С помощью, опять же, духовной жизни и заботы. Когда женщина начинает заботиться, ей хочется раньше вставать. Когда ей некому заботиться, она себе только заботится, она будет больше спать. Значит, у вас не хватает духовной силы жить правильно. Понимаете, с духовной практикой, и у вас будет другая работа, которой вы не будете по ночам работать. Понимаете? Сменится жизнь в другом ночном. Итак, внимательно слушайте меня дальше. Женщина, которая вот так действует, у нее отваживается весь день. Она рано встает от того, что у нее есть оптимизм в жизни. Когда женщина заботится, во всех всем служит, всем прощает, с добротой ведет, а это очень трудно для женщины, супер аскезы. Когда женщина включает именно эту деятельность в свою жизнь, она становится счастливой, удовлетворенной и оптимистичной. Поэтому она, само собой, раньше встает, раньше ложится и кушает то, что надо и сколько надо. Это, само собой, происходит, если женщина свои аскезы выполняет. Теперь какие аскезы должны выполнять мужчины? Мужское тело, здоровье, зависит от деятельности нервной системы. Нервная система всегда здорова, когда есть телесный аскезизм. Поэтому мужчина должен спать на жестком, обливаться ледяной водой, он должен голодать иногда, поститься, он должен физически, очень без физической деятельности, какой-то спортом или чем-то тело свое напрягать. вот, он должен вести суровую жизнь. И тогда он здоровым становится, здоровым, сильным и счастливым. Вот как... Станислав. Как правильно определить свое предназначение, определить свое предназначение, как вам моя миссия? Если вы еще не определили свое предназначение, значит, вы недостаточно занимаетесь самосовершенствованием. Потому что предназначение человека — это последняя стадия раскрытия цветка. Веды сравнивают развитие личности с раскрытием цветка. Сначала человек обретает правильную направленность в жизни. Он понимает, в чем цель человеческой жизни. И росточек проклевывается. Дальше он начинает заниматься внутренней жизнью. Листочки появляются. Листочки появляются означает возможность общения. То есть возможность правильно строить свою жизнь. Дальше появляются веточки. Веточки означают правильное отношение. То есть дружба появляется правильно. Потом появляется бутончик. Бутончик означает чувство, куда мне направить свою жизнь. А когда цель точек раскрывается, то человек точно знает, чему в жизни надо заниматься. Поэтому если вы говорите, я не знаю, чем я заниматься, значит, у вас росточек проклюнулся, там цель точек, но листики пошли, веточки пошли, бутончик еще не раскрылся. В это время не надо пытаться. Вот, допустим, некоторые подходят и говорят, Олег Геннадьевич, скажите, в чем моя природа, какое предназначение. Я о чем человеку говорю, он уходит от меня, через пять минут начинает сомневаться. Да зачем, когда я ему об этом говорю, бесполезно. Пока человек из сердца не почувствует свое предназначение, никто ему не поможет это определить. Человек просто из веры к старшему не пойдет куда-то работать. Даже если он пойдет, он не будет там счастье чувствовать, потому что еще бутончик не раскрылся. Поэтому человек, который еще не раскрыл свое предназначение, должен заниматься работой над собой интенсивно и работать там, где Бог дал. Особенно касается мужчин. Вот где Бог дал, там и работай. И эта работа тебя и расстроит, потому что мужчина в труде раскрывается. А женщина должна будиться ровно столько, сколько нужно для поддержания жизни. А остальное время работать над собой. Потому что женщина выбирает или работу, или семью в своей жизни. Если женщина выбрала работу и образование, то семья будет сначала семья будет, до свидания. Потом дети будут, до свидания. Потом здоровье будет, до свидания. Потом счастье будет, до свидания. И потом психика нормальная будет. До свидания. Все. Поэтому у женщины всегда сначала личная жизнь, потом все остальное. Понятно? Система нет? Как бросить курить? Статистика. Я написал кандидатскую диссертацию по своим лекциям. Защитил ее в прошлом году. И там такая статистика, что люди, которые в течение года и больше ходят на мои лекции, просто слушают, как правильно жить, они в 50% случаев бросают курить полностью. А остальные 50%, которые не бросили, все сокращают дозу. То же самое с пьянцем. Это кажется, что 50% бросают курить полностью. Остальные, кто не бросили, сокращают дозу. Самый лучший способ бросить курить, это понять, в чем более высокая цель в жизни. Почему человек курит? Потому что его психика, смотри, сейчас объясню функции разума. Разум — это функция, структура, которая находит цель жизни и питает ум счастьем этой цели. Чем выше цель, тем больше счастья. И в конечном счете человек выбирает себе такую цель, которой хватает, чтобы ум не напрягался, не перегружался жизнью. Понимаете? Наступает такой момент, что разум притягивает такую цель, которая психику расслабляет сама. Просто то, ради чего человек живет, расслабляет его жизнь, все трудности жизни. Почему человек курит? Потому что цель, которую он выбрал, его не расслабляет. Не дает ту нужную порцию счастья, которая необходима для жизни. Поэтому человек курит, чтобы расслабиться. Люди курят, чтобы снять напряжение психическое. Нет никакой причины. Та же самая причина и выпивка, только с любовью уже это касается. Чем больше любовь и любви к святости, человек высшей любовь обретает. Ему не нужно пить совсем. И опыт показывает, что люди, которые работают над собой просто, не даже не замечают, как бросили курить. Сейчас проведем статистику. Кто из вас очень сильно захотел и бросил? Поднимите руку. Вот, посмотрите в зал. Это сильный люди, с сильным разумом. Кто из вас бросил? Просто слушай лекцию. Само собой. Больше рук будет. Хотя обычно статистика другая. Я обычно, само собой, бросаю это в пять раз больше, чем силы боль. Я вот, например, не помню вообще, я никогда в жизни не курил. Никогда не пил. Лил мясо. Я не помню, как укройся. Я сбросил 23 года. Я начал работать над собой. Наступил такой этап, когда я понял, что эта пища, она не помогает мне ни здоровым быть, ни счастливым. Я просто это осознал и перестал есть. Само собой, у меня не было тяги, ничего желания. Так, чтобы бросать курить, им чувствовать, что это уже не надо. Все. Помню. Вы говорите, а как же привычка, привязанность? Привычка означает способ привлекать счастье. Когда человек счастье получает от другого источника, привычка отваливается. Когда человек получает более высокий вкус, более низкий вкус, отваливается. Сравнивается, ведает примет, приводится с сахаром и медом. Когда человек ел сахар всю жизнь, но он когда попробовал мед, и мед ему очень понравился, сахар забывается сразу. Так и курение тоже. Почувствовав более высокий вкус счастья, курение отвалилось. Все? Все очень хорошо. Пора заканчивать. Ну вот, мои хорошие. И что, время доставать. Сейчас мы с вами пожелаем всем счастья. Один вопрос можно на последнее? Всегда так. Чтобы перед смертью не надышишься. Самый последний момент у нас. Больше секунды о том, что вы боитесь взять, сидеть на парах, и поэтому с ребенком, чтобы недавно кто-то вспомнился. И они хотят, чтобы я был в этом ребенке. Ну? Я бы хотел понять, что же ответственности и конференции. Фрест означает благословляющих. Ответственность в чем? Они просят вас благословить этого ребенка и молиться за него. Вот что значит фрест? Это как ангел хамит. Как тот, кто защищает ребенка. Ну, стань человек разум. Ну, где у нас наши святые музыканты? Хороший вид. Все сели прямо. Это у вас первое место, где у меня с музыкой лекция. Воню будет. Помост. Мы с вами учимся тому, чему должны были учиться, на самом деле, в семь лет, в годах. То, о чем я сейчас говорю, это трепес. Не то, что сильно какие-то высокие язвы, какие-то вещи. Это просто элементарное образование, которое человек должен получать в школе. И он тогда нормально будет жить с этим образованием. Проблема в том, что культура вся направлена не туда сейчас. Поэтому мы с вами учимся каким-то простым вещам, которые люди раньше все знали. Так простая вещь, которую мы не знаем, что если человек настраивается на звятость и чистоту и просит, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. То есть точно так же, как река смывает в человеку всю грязь, как и чистота человеческая смывает в человека всю плохую сухую. Если он эту чистоту и катетическую тянется, для этого надо душевной силой приложить. Учиться это делать каждый день. То есть мы сейчас повторяем, я желаю всем счастья. Но это не означает, что я желаю всем счастья. Не я желаю. Я служу тому, кто может сделать всех счастливыми. Как служу? Хочу, чтобы все были счастливыми. Сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. Повторяем, повторяем, повторяем. Много раз. Некоторые думают, Олег Геннадьевич, куда же он закончил, повторяем. Пора уже идти домой. Это не надо заканчивать быстро. Потому что это повторение должно привести радость в сердце. В сердце должно покойно ступить и чувствовать только чистоту человечества. Мы сейчас к этому стремиться будем. В этом цель нашего времени, который мы сейчас пройдем. И он оставит память у вас, как надо настраиваться, чтобы побеждать судьбу. Мы сейчас будем этим заниматься. Надо мысленно кланяться в сезону человеку, повторять. Я же желаю всем счастья. Означает, что ты желаешь, чтобы счастье. А я тебе служу. Я хочу жить для себя. Я хочу жить для тебя. Хочу, чтобы ты научил меня быть таким, как ты. Чтобы счастье через меня другим людям. Я хочу быть проводником твоей воли. Я хочу жить для тебя. 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 Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной здесь все это время. Спасибо вам добрые люди. Спасибо. 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 կ suivre. ra kad improvлю no brownscony недостатков. Более того я уверена я уверена это люди они наверное говорят на каком-то другом языке и используют другие слова. А вы говорите с нами на нашем языке мы вас понимаем спасибо вам большое и мы каждый раз даем вам эти цветы мы как бы мы даем вам себя мы даем благодарность а вы снова отдаете эти цветы нам. И каждый раз вы приезжаете и дайте нам, нас. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Сарсенбаева Атирхан Молдобековна. Хорошо. Оксана, которая сидит, проходит, проходит, написанная сентября. Есть Оксана? Есть. Хорошо. Светлана Кондрашенко? Есть Светлана Кондрашенко? Есть. Хорошо. Спасибо. Меркешина Наталья. Наталья, есть ли она? Здравствуйте. И на сегодня последний. Денис Куличенко. Есть, Денис? Есть. Есть. Хорошо. Спасибо. Сейчас после лекции вы знаете, да, где зал переговоров на первом этаже. Туда можно подходить.